Доброе утро! — Праздником вас прежде всего, да? Денег активисты сегодня, получается, в Ханты-Мансийске. Пункт приема вторсырья начинает работу сегодня, все верно? — Совершенно верно, да. — Скажите, что входит в понятие вторсырья, что можно сдать, что можно принести? — Можно принести фракции, которые в дальнейшем перерабатываются. Это виды пластика различные, вот я сегодня привез даже в студию для того, чтобы немножко провести такой... — Вводный урок, да? — Инструктаж, да. — Это макулатура, бумага, затем стеклотара. Единственное условие для приема, это то, что все это должно быть чистое. — То есть без этикеток? — Без этикеток. Ну, вот, пример, возьмем, вот у нас популярный самый напитков. — Бутылка обычная. — Бутылка, да. То есть она, килограмм стоит 5 рублей вот таких бутылочек, конечно, надо потрудиться еще собрать. — Так, обычная полтора литра, да? — Полтора литра не имеет значения. — Не имеет значения. — Главное, что это прозрачный пластик, потому что белые бутылки уже 3 рубля стоят. Цена формируется в зависимости от того, как структуры производства, которые перерабатывают пластик. Соответственно, мы, приобретая дальше у населения, дальше направляем это на переработку. И можете убедиться прямо вот в нашем акадоме. Плитка, которая, тротуарная плитка, которая прилегает прямо непосредственно к дому, она сделана из торселья. Причем производство это работает в Ханты-Мансийске, то есть перерабатывают пластик и добавляют... — То есть это правда не миф, просто мы уже слышали об этом, что перерабатывают действительно в Ханты-Мансийске все эти крышки. Весь этот пластик. — Не весь. — Не весь. — Некоторые. — Объем пока небольшой переработки. — Но есть, тем не менее. — Да, в РУФОДО, но здесь вот очень предприниматель, организовал такой бизнес и в рамках нашего сотрудничества он нам презентовал определенную часть плитки для того, чтобы посетители, горожане, которые, как активисты, которые приходили в наш акадом, наглядно видели, что все это работает. Поэтому мы также презентовали скамейки, тоже полностью из переработанного пластика. Производитель уже отработает в Екатеринбурге, поэтому я думаю, что в ближайшее время в Ханты-Мансийске в округе появятся такие производства. Но все это можно убедиться сегодня, начиная с 10 утра до 8 вечера. Мы работаем ежедневно, эко-пункт наш работает ежедневно. — Скажите, где он будет располагаться? — Он расположен в районе, где рынок Лукошка. То есть если мы стоим лицом Лукошка, то дальше будет Ирц, расчетный центр, и левее на площадке, которую администрация города заасфальтировала, там большие парковочные места, там красивый эко-дом. Мы его видим с улицы Чехова, красивая подсветка, словом, очень много информационного материала о нашем эко-доме. И подходя, можно изучить, посмотреть, причем не только что, сколько стоит, но и внутри мы планируем проводить, у нас уже большой есть запрос от школ, от образовательных учреждений, что куда идет, что из чего делается. Какая форма пластика, какая форма отходов служит дальше основанием для нового какого-то товара. Поэтому все это в наших планах. И я буду очень рад сегодня видеть вас в том числе. Вот мы сегодня начали обсуждать. — Да, у меня даже есть что принести сегодня, благодаря вам. — Вот, значит, это тоже элемент, да, наглядный пример, что можно принимать, это стоит уже 7 рублей килограмм, вот такая упаковка. — То есть по килограммам, не поштучно принимается, да? — Ну, по граммам, по килограммам, да. — По граммам, по килограммам. — Я вам пришел подарок сделать. Значит, вот сегодня мы всем посетителям нашего экоцентра призываем отказаться от пластиковой тары. И вот такая вот стеклянная бутылочка. — Польза стекла. — Можете, значит, перед вашей работой наливать там водичку, значит, вот. И такая у нас эко-сумка. — Потрясающе. — Которая, значит, может заменить, опять же, пластиковые пакеты. И тем самым мы снижаем загрязнение наших полигонов теми видами отходов, которые не перерабатываются. То есть, повторюсь, что мы как раз реализуем этот проект. В Ханты-Мансийске у нас первый экоцентр. Второй планируется в Нижневартовске уже в октябре месяце. И третий планируется в Сургуте до конца года ввести в эксплуатацию. И по итогам 3-4 месяцев работы экоцентра в зависимости от объема принимаемого вторсырья, мы планируем уже дальше тиражировать уже проект экоцентра по всей Югре. Потому что я уверен, что югорчане наши... — С энтузиазмом воспринят эту идею. — Да, с энтузиазмом, да, жители Югры с энтузиазмом воспринят это начинание. И уверен, что мы получим хороший результат. Но самое главное, значит, сделаем Югру чище. — Я уверена, что так и будет. Большое спасибо вам за подарки и за ваше, конечно же, замечательное дело. — Спасибо. — Мы с гостем вращаемся, с вами увидимся совсем скоро. Оставайтесь с нами.